МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом году автомобильные дороги ладинопольского городского поселения обслуживала компания ООО «Талерман». В середине декабря состоялся аукцион на право заключения муниципального контракта по содержанию этой дорожной сети. В нем победила предложившая меньшую цену Санкт-Петербургская дорожная организация ООО «Автоаларм». 5 января новая компания приступила к своим обязанностям. Первые же снегопады и гололедица показали, что питерцы явно не рассчитали свои силы. Сказались недостаточная оснащенность спецтранспортом и слабая организация труда внутри коллектива. Кроме того, дорожники, видимо, рассчитывали обойтись без песчано-соляной смеси, что считается невозможным. Первые же проверки качества обслуживания, которые проводили специалисты дорожного отдела районной администрации, показали, что дороги не чистят, на них образовались заужения и снежные накаты. Не чистились также тротуары и автобусные остановки. Таким образом, качество обслуживания дорожной сети оказалось несоответствующим муниципальному контракту. Районная администрация была вынуждена выписать два предписания, составить акты об устранении недостатков, а затем применить штрафные санкции. По данным Владинопольского отделения ГИБДД, по причине некачественного содержания дорог в лазейном поле произошло несколько ДТП, и должностные лица новой дорожной компании уже привлечены к административной ответственности. Контракт с ООО «Автоаларм» продолжает действовать. Исправят ли положение дорожники? Будем ждать положительных изменений. Пока же на дорогах постараемся ездить аккуратнее, а на тротуарах рассчитывать на свой вестибулярный аппарат да хорошую зимнюю обувь, которой ни снег, ни лед, ни лужи не страшны. 18 января россияне празднуют День прорыва блокады Ленинграда. По-особенному дорога эта дата ветеранам-блокадникам. 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» войска Волховского и Ленинградского фронтов прорвали блокадное кольцо. Этого дня ленинградцам пришлось дожидаться долгих 16 месяцев. Он стал для людей великим всенародным праздником. Наши войска одержали крупную победу, вошедшую яркой страницей в историю героической борьбы великого города против немецко-фашистских захватчиков. Ленинград получил прочную сухопутную связь со страной. Была создана возможность коренным образом улучшить снабжение города всем необходимым для его жизни и борьбы. Мы встретились с членами Ладинопольского клуба «Блокадник» и попросили рассказать о работе их организации. Мне хочется говорить о тех, кто своим трудом блокаду уничтожил, кто ее сумел снять. Это был труд рабочих Ленинграда, которые пытались свой фронт обеспечить и минами, и вооружением, и отремонтировать доставленные с фронта танки и самолеты. Мама моя, стоя на коленочках, потому что ноги не держали на ящике, делала заготовки для мин. Ленинград изготовил два вагона взрывателей для мин, которые были отправлены в Мурманск. Два вагона, представьте, взрыватели – это же не такая большая вещь. Два вагона, не состава вагона. Они были отправлены в Мурманск. Мурманские основания для мин делали сами, а взрывателей у них не было. В обмен на это Мурманск прислал в Ленинград рыбий жир, который выписывался по рецептам самым ослабленным детям и обеспечивали раненых в госпиталях. Так что Ленинград, находясь в блокаде, был все время связан со своим городом. Вот на льду Ладожского озера ежедневно работало тысячи простых рабочих. Это были и шоферы, это были те, кто чистил трассу, те, кто ее освещал. Это были девушки-сандруженицы в палатках, которые топили печурки. И когда подходили машины с вывезенными ленинградцами, обогревали их, там оказывалась первая медицинская помощь. В общем, Ладога кипела. Это был труд. Ладога кипела. Время идет. Организация была, было очень много народу. У нас больше ста человек насчитывало. Около трехсот. Очень много работы проводится в музее. И по обновлению музея, по организации музея. К Дню памяти Левитана готовим новую экспозицию и готовим данные. А маленькая экспозиция, вот у нас. А чем выполняете вы экспозицию? Ну вот нам подарили гимнастерку от военных лет. Вот видите, погоны матерчатые, пуговички со звездочками. Вот подарили нам утюги, которые пережили войну. Мы не утверждаем, что блокаду на войну. Топор, который был необходим в любой семье во время войны, поскольку все отапливалось дровами. Без этого было не обойтись. Вот приносят ребята каски, патроны. Вот от мины стабилизатор. Вот репродукторы нам изготовили. Это изготовленные как макеты. А это настоящий репродуктор, который в блокаду был в доме у Сауриной. Да, в блокаду был у Сауриной. Вот зеркало, которое вместе с Александрой Семеновной Сауриной пережило блокаду. Вот оно висит. Ну вот пополняется. Ленинградский художник-блокадник подарил нам свою картину. Франц Иосифович подарил нам свою композицию «Блокадный Ленинград». Вот так пополняется музей «С миру по нитке», как говорится. Ну, очень много документов, фотографий. Вот у нас фотографии тех, кто защищал Ленинград. Но мы даже еще до сих пор не можем всех фотографий собрать. Некоторых фотографий нет на этом стенде. Так что вот так. Юрий Иванович Мишалкин вот сделал нам печурку. Но это же было уже давно, это уже больше 20 лет. Печурку, моргалку, которыми примерно пользовались во время блокады. Люди приносят фронтовые письма. Вот у нас целая витрина вот писем. И там лежат письма, документы приносят. К нам на экскурсию приходят школьники. Из третьей школы, из второй школы были. Из Олеговщины приезжают. Из детского садика приходят дети. У нас регистрируются все экскурсии. Можно посмотреть, открыть. В этом году пока экскурсий не было. Был Новый год, каникулы. А теперь мы думаем, что вот к празднику 23 февраля, может быть даже к этому кто-то попросится на экскурсию. В общем, мы работаем спонтанно. Вы сами лично помните день правления блокады? Я была в это время в эвакуации. Вывезли нас 3 июля 42-го года. Поэтому я этого помнить не могу. Но я хорошо помню бомбежки. И мне пришлось в последнее время, когда бабушка и мама обе лежали, а я одна оставалась на ногах, и ходить за хлебом, и за водой, и добывать каким-то образом топливо. И все это таскать, кстати, на пятый этаж, как и сейчас. Потому что квартира наша была на пятом этаже. Мне было 7 лет. 7 лет исполнилось 4 октября 41-го года. Однажды так пришла домой, принесла обед, а бабушка уже умерла. Мама мне сказала, заберись, положи бабушке на глаза пятаки. Вот это были мои первые похороны. И мне даже пришлось ее зашивать в матрас. Хотя я даже не знаю, как я могла это делать. Когда мне было тогда 7 лет, я иголку, наверное, первый раз в жизни держала. Но мама лежа на кровати, подавала команды. Наверное, нитку она мне продевала, я не помню это. Ну, так что все это я помню. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Помню, когда началась весна, собирали траву, пекли какие-то там блины, варили суп. Ну, очень мало у меня в памяти. Я очень хорошо помню не снятие блокады, а конец войны, победу. Вот это я очень хорошо помню. Как люди стучали в окно, кричали победа, победа, победа. Помню, стратостаты на небе. Я еще помню, после войны, конечно, это было как на улице, были полно немцев, отрядов немецких, которые недалеко, мы жили в Выборгском районе, и они строили дома, строили немцы, которые были очень хорошо построены, которые до сих пор существуют. И как пленные немцы ходили по улицам, и наши люди, конечно, добрые люди, они не помнят этого зла. Они им бросали куски хлеба, помогали им, жалели их. Только в середине января стало понятно, кто будет отвечать за освещение улиц ладинопольского городского поселения. До настоящего момента обслуживанием электрических сетей занимался ладинопольский филиал ОАО «ЛАЭСК». Но в этом году ЛАЭСК отказался даже участвовать в аукционе на заключение муниципального контракта. В связи с тем, что выделяемая на эти цели сумма не покрывает себестоимости затрат. 16 января конкурс выиграла питерская компания ООО «Строительно-монтажный поезд номер 375». И теперь в течение 10 дней с ней будет заключен контракт. В последнем месяце уходящего года в Ладинопольском районе появился на свет 31 малыш, 15 мальчиков и 16 девочек. Всего же в 2014 году у нас родилось 296 малышей, 142 мальчика и 154 девочки. Из них 115 – первенцы, 117 – вторые дети. Третий ребенок появился в 45 семьях. 13 семей решились на четвертого малыша, 4 семьи – на пятого и в одной – на седьмого. Самыми популярными именами года стали Артем, Иван, Дарья и Анна. При этом уровень рождаемости уменьшился по сравнению с 2013 годом, всего на одного ребенка. Примечательно, что при этом в пяти семьях родились двойни. В декабре официально оформили свои семейные отношения 22 пары молодоженов, что на 14 больше по сравнению с декабрем 2013 года. Всего же за год было зарегистрировано 205 браков. Это на 19 больше, чем в 2013 году. В конце уходящего года расторгли свои брачные узы 16 семей. В 14 случаях это событие состоялось по решению суда. При этом в неполных семьях остались 107 несовершеннолетних детей. В декабре ушли в мир иной 53 человека, 26 мужчин и 27 женщин. Средний возраст умерших мужчин 63 года, женщин 73. Всего же за год умерло 545 человек, 287 мужчин и 258 женщин. Средний возраст жизни составил 61 год у мужчин и 74 года у женщин. 13 января в Александросвирском монастыре состоялась традиционная творческая встреча, посвященная Рождеству Христову. В эти светлые дни монастырь принимает у себя в гостях учащихся школа номер 3 и воспитанников городской воскресной школы. Дети посетили Церковь Святых Пророка Захарии и Елизаветы и Преображенский собор. К рождественскому представлению ребята готовились целый месяц. Пели калятки, читали рождественские стихи, рассуждали на тему правды и совести. И теперь им предоставилась возможность в стенах монастыря показать плоды своего труда. В ответ на детские выступления хор у монастыря исполнил рождественские песнопения. Ребята с замиранием сердца слушали прекрасные голоса вокалистов. По окончании встречи детей поблагодарили, подарили рождественские подарки и напоили чаем со вкусной монастырской выпечкой. После теплого приема воодушевленной атмосферой праздника ребята всю дорогу решали, что они будут показывать свой следующий приезд на Пасху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин